Ну что пацаны, собирайтесь, мы уходим, нам тут не рады. Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте Свапо Агра. И сегодня, друзья, у нас намечен переезд. Почему я решил это сделать? А потому что вот эта падла закрыла базу. И да, ему можно дать самогончику и он ее откроет. Но проблема, друзья, у нас в том, что вот эти самые преграды появляются постепенно. И вот этот выезд становится закрытым уже через 3 часа. Через 3, через 4, где-то так. И поить сторожа мне абсолютно не хочется. Толк от этой базы, по сути дела, только красота и гаражи что ли. Ну, воду ладно, можно набирать. Но воду можно набирать и в речке, и водокачку тоже можно поставить. Автомастерская есть, которую тоже можно, в принципе, на любое место пихнуть. В общем-то, с таким раскладом эта база нахрен мне не нужна. Ну, вот так вот получилось, да. Я общался с разработчиками на эту тему. В общем-то, когда карта выйдет в релиз, они будут слушать мнение о пользователе. И только потом примут решение убирать эту хрень или нет. Логично, что одно мое мнение не такое весомое, как мнение всех людей, для кого эта карта делается. Но мне это дело не нравится, поэтому я буду эту проблему для себя решать банальным переездом. Поэтому, друзья, сегодня нам надо выбрать какое-то место, где мы обустроим свою базу. И перегоним туда всю технику. Правда, для этого придется опять сторожу дать выпить, чтобы оттуда все это дело хотя бы выгнать. Но самое проблематичное это выбрать новое место. Я, честно говоря, даже не знаю, где бы это могло место у нас оказаться. Может быть, около коровников, точнее около лошадочек наших, обустроить такую площадочку. Смотрите, здесь вот место есть. Пихнуть сюда пару гаражей и хранить технику здесь. Почему бы и нет? Будет ведь весело. И да, друзья, кстати, я принял решение, я между сериями буду проматывать теперь не день посева, а еще один лишний день. Для того, чтобы больше всего успевало перерабатываться. Чтобы у нас больше ресурсов было для всего. И быстрее шло развитие. Потому что на этой карте как-то урожай это не самое главное. И тем временем у нас, кстати, тут все переработалось. Вся трава, которая у нас была. У нас больше нет травы, представляете? Как это грустно звучит, больше нет травы. Но сегодня, друзья, я не сильно нацелен заниматься производствами. Сегодня будет довольно-таки коротенькая серия про наш переезд и обустройство новой базы. Заодно, кстати, продадим базу и заработаем лишних 500 косарей. Тоже хороший план. Я даже урожай сегодня собирать не буду. Ну а что, хороший же план, правильно? А лошадки, кстати, у нас уже на 85% прокачаны. Через один день, через два их уже можно будет продать и заработать на этом кучу бабла. Крутота же! Ладно, давайте думать, как мы тут будем базу делать новую. У меня есть вот такие вот замечательные гаражи. Навес и навес большой. У них сверху установлены солнечные панели. И эти самые солнечные панели будут приносить нам немножко бабосиков. Что, в принципе, хорошо. Я люблю, когда что-то приносят бабосики. Давайте посмотрим по размеру, как они. Ох ты, блин, какой здоровый. Не, вообще, они мне нравятся, если так посмотреть. Большой такой. Но, который маленький, соответственно, чуть-чуть поменьше. Можно поставить два маленьких и один большой. Мне кажется, это будет само то. Как вы считаете? Я считаю, что это будет норма идея. А ну-ка, давайте-ка. Нет, давайте вот здесь вот. Блин, я не знаю даже, как их разметить. Чтобы было прям красиво. Ладно, давайте действительно вот здесь вот поставим маленький. Сейчас придумаем. Например, вот сюда. Ты дышь? Есть. Соответственно, рядом мы поставим еще один маленький. Примерно так же, чтобы он был. Блин, криво, конечно, но, блин. Простите меня, я кривой. Ничего с этим не поделаешь. И надо поставить еще один большой. Давайте поставим его, не знаю, напротив, например. Единственное, только надо его повернуть. Во. Поставим его вот сюда. Ты дышь. Во. И есть у нас, короче, новое подобие базы. Не, на самом деле, если здесь ходить, то оно не сильно видно, что они криво стоят. Да, или видно. На самом деле, немножко видно. Ну и ладно. Скажем так, это архитекторская задумка. Здесь, разумеется, надо это все делать терраформингом, вычистить. Начать планировку. И опять мне нужно F1. И, соответственно, изменить форму модификации. Нет, это не то. Изменить режим планировки. Во. Надо изменить режим планировки. Соответственно, надо теперь найти табом нужный тип земли. И что это за он? Вот этот? Да, вот этот. Угадал. Ну и сейчас, соответственно, надо тогда сделать какие-то, я не знаю, дорожки, что ли. Так, куда это меня понесло. Во. Значится, сначала расчищаем вот эту площадочку. И, наверное... Не, гаражи пускай будут как есть. Типа с асфальтиком. А знаете, друзья, я вот подумал, что пускай будет именно вот так. Вполне нормально это все дело у нас смотрится. Только вот тут вот надо это все дело подровнять. Здесь вот тоже, чтобы ровненько было. А пол, я насколько понял, не редактируется здесь, да? А и нормально, и пофигу. Во, вот такая вот площадочка. Можно вот здесь немножко закруглить. Скосить все это дело, можно даже больше чуть-чуть. И вот здесь дорожку можно чуть-чуть расширить, закруглить, чтобы покрасивше было. Во. И ферментатор под боком, и лошадки у нас под боком, рядом с техникой будут стоять. Красота. Соответственно, оттуда мы возвращаемся. Да, здесь у нас есть небольшие проблемы с рельефом, но ничего не поделать. Ладно, пускай будет так. Соответственно, друзья, сюда надо запихнуть керхеры, мы же любим керхеры. Для этого их поставим, в общем-то, не знаю сколько. Давайте вот здесь у нас один будет стоять, вот здесь у нас один будет стоять. И на другую сторону тоже поставим по бокам. Раз, два и три. Вроде как везде должно будет их дотягивать. Посмотрим. Ну, смотрится более-менее норм. Также у нас на той базе пополнялка для жидких удобрений стояла. Ее, друзья, тоже надо немножко переставить. Ну, то есть как немножко переставить, ее надо поставить сюда. Чтобы она у нас здесь была. Я думаю, вот здесь вот ей самое место. Нормалды. Во. Ну и что, смотрится вроде нормально. Не знаю, мне нравится. Будет вот такая вот примитивная база у нас сейчас. Главное, чтобы сторож не покусился на наше хранилище. Вот без хранилища будет плохо. А база и хрен с ней. Ну, теперь, друзья, надо принести сторожу самогончику, же базу открыл, падла. Ха, а его, кстати, не надо нести. Я забыл совсем, я весь, который у нас был, я его привез на базу сюда. Отлично. Тогда мы прямо сейчас ему это дело и вручим, и займемся перегоном. Так, вдруг стой. Давайте открываем борта и отцепляем ремни. Ну и, соответственно, один ящичек мы поднимаем и несем нашему гребаному сторожу. Сейчас я его уволю за пьянство на работе. Держи, мужик. Все, открыл. Замечательно. И мы тогда опять цепляем ремни, и можно даже закрыть борта. Поехали, в общем-то, перевозить всю технику нашу на базу, на новую. Поехали. ." в общем-то полуприцепы есть и да кстати здесь не хватает бочки для воды и бочки для биогаза потому что я их решил продать у нас скоро появится новое в общем-то чуть попозже расскажу что что почем давайте сначала займемся переездом закончим его до конца нам друзья надо перегнать еще все вот это оставшееся дело начнем наверное мы друзья с комбайна погнали во по-моему нормально кстати место для жатки пускай стоит здесь а вторую поставим с другой стороны но жатким уже повезем потом на тракторах чтобы быстрее было комбайн просто паркуем в нормально пускай стоит здесь а мы опять переносимся на базу и перегоняемся на косилку разумеется чтоб порожняком не ехать спонем еще тюковщик и перегоним в общем-то и его вместе ты акс в общем то вот эта падла будет стоять здесь замечательно но теперь надо перегнать все вот это оставшееся дерьмо и трактора ну и в общем то друзья как то так это стало теперь выглядеть я тут все растасовал я совсем забыл про три полуприцепа которых нам надо будет сюда еще пригнать когда я покупал эти навесы у меня в голове просто было количество техники на которые это все у нас дело рассчитано я забыл про три полуприцепа у нас на цементном заводе еще один красненький такой стоит и для воды и для биогаза еще по бочке будет вот же дрей а так все хорошо начиналось ладно обновлением техники мы займемся в следующий раз уже хрен с ним нам надо еще продать базу а на базе друзья у нас стоят керхеры которые типа тоже надо продать погнали в каждый придется потыкать мышкой абсолютно в каждый и это так долго происходит я вот такое честно говоря не люблю когда все долго когда ничего быстро нельзя сделать во все керхеры продали отсюда у нас остались только те которые стоят у нас и надо продать еще вот эту штуку которая у нас тоже стоит на базе и и мы продаем выполнялку для гербицидов друзья точнее для известия оставлю здесь хотя нет ее тоже надо продать здесь она крайне неудобно стоит маршрут надо будет переписывать я будет то ли пододвинуть то ли короче что-то с ней надо будет придумать вот она станция погрузки извести 14000 мы ее тоже продаем а вот это чудо в виде пополнялки сейлки и обычных удобрений мы друзья здесь оставим мы их специально ставили около поля так что пускай принципе здесь стоят хрен с ними теперь друзья мы переходим в меню и участок с базой мы от него тоже избавляемся он нам на самом деле нахрен не нужен нельзя продать участок на котором есть ваши эстетичные объекты твою матя значит друзья пополнялки для семян и удобрений тоже продаются потому что нельзя видеть или продать участок лишь какие хитрые но теперь то мы его точно продаем до продать 494000 до свидания база ты нам больше не нужно у нас теперь будет своя с блэджеком и ну вы поняли если отсюда уберу сторожа то мы переедем обратно как-то так примерно это работает а знаете я считаю что не так уж и плохо я тут все сделал по мне вполне норм давайте друзья еще залезем в меню производств посмотрим что у нас там везде происходит соответственно биогаз есть 181 кубе газа я полностью развез то что у нас было в конце прошлой серии я все поразвозил так что это насобиралась за два дня это хорошо биогаз есть это это хорошо соответственно на же бы и у нас закончилась вода и почти закончился цемент в следующий раз мы все это дело заполним у нас есть 200 кубов бетона биогаза со 100 кубов со 100 кубов со 100 кубов со 100 до со 100 кубов понимать что я несу со 100 кубов короче потратилось немного это это хорошо песок и гравий кстати я весь абсолютно перевез то что у нас был на карьере на тот момент соответственно гравия ушло намного больше чем песка еще есть 100 кубов кирпидонов и половина поддонов на это ушло вот так это работает мы туда 20 кубов поддонов завезли если что но 10 штук 5 потрачено соответственно в карьере у нас продолжается добыча песка и гравия и за два дня уже она собиралась по 370 кубов с лишним биогаз заканчивается потиху вода но ее тоже скажем так не сильно много осталось компост мастер все еще продолжает у нас работу правда биогаз скорее закончится чем отходы а чё я думал что тут все почти переработалось где-то я прокололся ну да ладно в общем-то пускай работает когда-нибудь продадим сейчас опять ценник маленький далее нефтяные скважины там ничего не изменилось я туда ничего не возил на сепараторе ничего телосную башню мы видели цементный завод тут соответственно производство цемента есть у нас 212 кубов этого самого цемента биогаза я туда опять завез полностью забил от за сутки 12 кубов потрачено за двое суток хорошо а поддона у нас закончились ёшкин кот надо будет поддона следующий раз вести ну и ладно это все друзья у нас в следующий раз вот такая вот коротенькая серия у нас получилось но довольно таки продуктивная хорошую хорошее дело мы с вами сделали а в следующей серии мы уже продолжим тогда заниматься фермерскими делами и соответственно производствами обновим все это дело и будем смотреть как растут наши сосны они кстати уже немножко подросли и может быть через пару дней они еще подрастут и потом еще подрастут и может быть скоро мы их уже будем пилить нахрен потому что что-то в дереве нехватка то кстати с обновлением карты появилось еще немного деревьев посаженных на территории вот сосенки растут может быть их отсюда спилить нахрен потому что поддон это нужны нормальные сосенки может быть спилим их раньше их тут не было брус у нас есть хотя его я бы сказал что немного там блин у нас сейчас нехватка по дереву небольшая но ничего скоро вырастет наш лесок и мы этим деревом запихаем вообще все что только можно запихать деревом на этом друзья я буду с вами прощаться подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали нажимайте колокольчик пишите ваши комментарии не забывайте про лосики вступайте в в группу вконтакте присоединяйтесь к нашему серверу в дискорде ссылочки на все это добро есть в описании всем друзья спасибо огромное за просмотр за внимание с вами был никита делай всем всего доброго пока пока